Серая неясыть. Птичка редкая, но капризная. Сова занесена в Красную книгу Ульяновской области, где попала не живет, тщательно выбирает соответствующую флору. Широколистные леса, не тронутые рукой человека. Как раз на такие богат памятник природы Виновская роща, где и обитает редкая представительница фауны. В прошлом году парком хотели пожертвовать в пользу новенькой биатлонной базы. На защиту встали общественники, сами ульяновцы и экологи. Если мы говорим о природных сообществах, то они функционируют как нечто целое. И чем больше площадь, тем они правильнее функционируют. Если мы возьмем и разрежем этот парк на кусочки, то многие виды уже не смогут тут обитать. Но если мы говорим о редких видах, особенно животных. Теперь судьба Виновки больше не висит на волоске. Губернатор запретил глобальную застройку. Алексей Русских поручил исследовать почву, провести зонирование территории и дать окончательный вердикт. Зонирование даст нам понимание по всей территории, по зонам. Какая зона у нас является зоной покоя, какая зона у нас будет участвовать в рамках благоустройства. Мы не говорим о строительстве, мы говорим именно о благоустройстве непосредственно парка Виновской рощи. Это установка лавочек, установка урн и строительство экоторожек. Работа уже идет полным ходом. Тем более место пользуется большим спросом. Особенно красиво в парке зимой. В это же время здесь тренируются лыжники. Юрий Захаров тренер с 40-летним стажем. С утра пораньше на снегоходе прокладывает лыжню. За столько лет каждая тропинка стала родной. Со слов мужчины, место отличное, но требует внимания. Ждут не только спортсмены, но и просто отдыхающие. Пенсионеры, семьи с детьми, молодые пары. Мы частенько сюда приходим гулять, и девчонкам очень нравится. С мужем частенько занимаемся спортом, поэтому будем рады, если парк облагородит и сделает больше мест для отдыха, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. Потому что здесь всего лишь пару лавочек, на которых можно присесть. Сейчас уже готов план, по которому будут в дальнейшем вестись работы. Кроме того, составлена карта с подробным описанием памятника природы. На ней отмечены две зоны, которые требуют особого внимания. Это нефтезагрязнение, с которым в профильном министерстве не могут справиться вот уже 40 лет. К решению вопроса подключился федеральный центр. С мертвой точки дело сдвинется уже в апреле этого года по нацпроекту «Экология». Александра Никитина и Данил Сурков, Управда ТВ.